Мир вам хотел узнать, можно ли посмотреть фильм The Lady of Heaven, Повелительница Небес, или Госпожа Рая. По поводу того, можно ли этот фильм смотреть или нельзя, наши ученые, некоторые ученые, прямо запретили, причем не только смотреть, но и всячески распространять, поддерживать, помогать в снятии этого фильма. Например, Аятулла Узма Макарем Ширази издал фетву, где он говорит, что любая помощь в снятии этого фильма, любая помощь в его распространении, или же просмотр этого фильма считается большим грехом. Это фетва Макарем Ширази. И некоторые другие ученые также издали подобную фетву. Таким образом, по поводу данного фильма, просмотр этого фильма, некоторые ученые ясно и двусмысленно дали понять, что этого делать не стоит, что это является грехом. Но я хочу сказать по поводу того, вообще, кем этот фильм снят, для чего этот фильм снят. Давайте немножко уйдем в прошлое, в ближайшее прошлое, и оглянемся на деятельность тех людей, которые сняли. И посмотрим, бросим взор на деятельность тех людей, которые сняли этот фильм. Этот фильм снят людьми, которые проживают в королевстве Великобритании. Одним из лидеров этой группы является человек по имени Ясер Аль-Хабиб, журналист из Куэйта, если мне не изменяет память. Человек без особого религиозного знания, но человек, который провозгласил себя в какой-то момент религиозным лидером, религиозным авторитетом и так далее. Фетвы издает, книги пишет на религиозные темы, статьи публикует на религиозные темы и так далее. Чем этот человек известен, дорогие братья и сестры? Чем этот человек, какой деятельностью этот человек известен? Давайте я вам приведу несколько примеров, очень интересных и характеризующих этого человека примеров. Он день смерти супруги посланника Аллаха Аиши устраивал праздники, делал шарики, торты с надписью «Аиша в аду». И там проходили у них мероприятия, где они кричали, прыгали, бегали, веселились и даже в какой-то мере танцевали, выкрикивая «Аиша в аду, Аиша в аду». И, конечно же, самое главное, самое, обратите внимание, самое-самое-самое главное, все это они снимали, демонстративно снимали на камеру, фиксировали и потом распространяли. И вот это вот последний пункт, это самое важное, распространение, записывать и распространять. То есть они, эти люди, чем занимались? Они занимались провокациями. Они провоцировали, провоцировали большинство мусульман на агрессию против имамитов, шиитов, двунадесятников и снашаритов. Они провоцировали, то есть вся их цель, то есть в чем смысл организовывать подобное мероприятие, где всячески демонстративно проявлять свое неуважение к уважаемой большинством мусульман личности, а именно каиши, проявляя свое неуважение и оскорбительное поведение, всячески демонстративно его проявлять, потом все это фиксировать и публиковать. В чем смысл? Но этим все не заканчивается. Этих примеров огромное множество. Человек, совершая молитву в кунуте, делает то, что не делал ни один из наших имамов, и даже более того, не то, что наши имамы этого не делали, они запрещали это делать. Он громко, и самое главное, самое важное, на камеру, на камеру, которая фиксирует его вот эту вот молитву, и которая, конечно же, потом, вот это вот видео, конечно же, потом публикуется в интернете и всячески распространяется. Что он в этом кунуте во время молитвы делает? Проклинает поименно то, что у нас запрещено, то, что у нас практически, без разногласий, все ученые запрещают, проклинают поименно уважаемых большинством мусульман людей. И вы знаете, о ком я говорю. Перечисляют их поименно и их проклинают. Еще один пример. День смерти Умара ибн Аль-Хаттаба. Они, опять-таки, демонстративно наряжают некоего мужчину, некоего человека в некое обличие. Делают ему некую маску, довольно-таки отвратительную и уродливую. Делают маску, выдают его за Умара ибн Аль-Хаттаба и празднуют. В присутствии этого человека празднуют якобы день смерти Умара, всячески глумясь, издеваясь над этой личностью, над этой исторической личностью и проявляя свое неуважение к этому человеку, которого они нарядили якобы в Умара, якобы в облике Умара который. И опять-таки, самое важное, самое значимое. Они это все, все это мероприятие, они фиксируют и распространяют. Фиксируют и распространяют. К чему это приводит? Это приводит только к одному, больше ни к чему, абсолютно больше ни к чему, только к одному. Есть только один результат от этого. Больше никаких других результатов, никаких следствий этого нет. Самый важный результат это то, что раздор, разногласия и конфликты между мусульманами. Вражда между мусульманами. Никаких других целей у этих мероприятий, у этих видео, у этих вот вещей, просто никаких других целей нет. И одним из причин войны в Сирии, где люди из числа большинства мусульман убивали других мусульман, в частности последователей Ахли Бейт, в частности детей и женщин, безжалостно убивали. Одним из их причин является вот эта вот деятельность этих людей. Деятельность Ясри Аль-Хабиба и его банды. Почему? Потому что эту ненависть к шиитам, эту ненависть к последователям Ахли Бейта, алейхима салата ва салам, взрастили в них именно эти люди, своими вот этими видео, своими вот этими роликами, своими вот этими вот мероприятиями и так далее, и всеми своими действиями. То есть все их действия, вся их деятельность направлена только на одно. И кто их спонсирует, совершенно не ясно. То есть я бы был, например, врагом имамитов, шиитов, то я был бы в числе самых первых спонсоров этой группы. Потому что они вредят именно нам в первую очередь. Они вредят именно нашим имамам. Они вредят именно Ахли Бейт. Они вредят именно нашему учению. Больше никому. Больше никому они не вредят. Поэтому в этом контексте же, дорогие братья и сестры, необходимо воспринимать и что? И этот фильм. Этот фильм никакой другой цели не преследует. То есть этот фильм не направлен на то, чтобы просветить. Этот фильм не направлен на то, чтобы научить чему-то. Каким-то нравственным урокам, каким-то идеологическим урокам. И так далее, и там подобное. Каким-то историческим каким-то урокам. Нет. Этот фильм акцентирован. И он делает всё, чтобы вызвать ненависть к шиитам, у мусульман. И поэтому, распространяя, как-то пропагандируя, как-то продвигая этот фильм, вы способствуете раздору, розни, конфликтам и этой ненависти, которая будет направлена именно на нас, на наше учение. Это что касается по поводу того, вообще, на каком основании, то есть, почему наши учёные так реагируют на подобного рода фильмы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова